Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня мы в эфире будем говорить больше о ситуации на Востоке, а также о тех акциях, которые проводятся в поддержку украинской армии и также переселенцам с оккупированных территорий. Кроме того, у нас есть гость в студии, это Лариса Деминишина. Добрый вечер! Паня Лариса, инициатор акции, такой более творчей, более мистецкой, про которую мы позже поговорим. Потом у нас, в второй половине, мы планируем, что мы будем связываться по скайпу и по телефону с жителями Донецка, с жителями Луганск, с волонтерами. Так же мы будем их питать, какая сейчас ситуация на сходе нашей страны, для того, чтобы получить информацию более-менее объективную и, так бы мы говорим, с первых рук. Но сначала мы расскажем вам про те события, которые были в нашем месте против последних дней, потому что в последних передачах мы что-то про это забываем, а новин, на самом деле, очень много. Начинаем. Наталья, добрый вечер! Добрый вечер всем! Мы сегодня будем, у нас такой вот многоплановый, разноплановый прямой эфир. Можно сказать о спортивных новостях. Наш баскетбольный клуб «Химикс» 28 января в рамках четвертьфинала Кубка Украины выиграл у МБК «Николаев» с разрывным счетом 86-33. Игра состоялась на площадке нашей, в нашем спортивном комплексе «Алимп». 53 очка был разрыв. На эту тему есть материал, в котором можно посмотреть фотографии и послушать видео, интервью с пресс-конференции, которая состоялась после матча. Также у нас из новостей есть очень хорошая новость. Я уже продолжу по поводу газеты. К нашему сайту. Скоро на прилавках города Южного появится газета «Репост». Мы также планируем, что эта газета будет поступать в воинские части, там, где есть южненские мобилизованные, а также в зону АТО. По этому поводу мы еще не связались, но планируем связаться с волонтерами, которые будут держать связь с нашими мобилизованными, с нашими людьми, которые, мужчинами, которые находятся в зоне АТО и будут каким-то образом отправлять вместе с той гуманитарной помощью, которую они отправляют нашим ребятам. Пока планируется, что газета будет выходить на 12 полосах. Она будет фирменных цветов сайта «Репост», так же, как и электронные издания. Это красные все оттенки серого. Кроме того, тут будет много информации и о волонтерском движении в городе Южном, будет информация от бойцов АТО, в основном тех, кто мобилизованный и попал туда от города Южного. Мы с ними будем связываться по телефону и спрашивать их о последних событиях на Востоке. Но для этого, прежде чем она выйдет, это будет очень большая работа, потому что на сегодняшний день у нас пока нет специалистов, которые могут заниматься макетированием. Но мы уже сами над этим работаем, и вполне возможно, что мы освоим эту программу и будем сами выпускать, макетировать. Мы всему научимся, если будет необходимость. Также мы проведем переговоры с типографией, которая будет печатать, определим места сбыта. Ну и нужно найти, конечно, деньги на то, чтобы заплатить за печать. Мы очень надеемся, что газету будут покупать, поэтому на следующий номер уже не придется как-то скрести по сусекам. Будем надеяться. Да, будем надеяться, что у нас будут деньги для того, чтобы ее приобрести. Более подробно заходите, пожалуйста, на наш сайт, смотрите о том, что это за газета и сколько она будет стоить. Еще у нас есть хороший такой светлый, теплый материал, который написал Ольга Комарова по поводу поездки южненцев в приюты. Наши южненские волонтеры приехали в интернат, детский интернат, Жовтынь, и поздравили с рождественскими праздниками. К этой акции присоединились депутаты Южненского гурсовета, были выделены средства, на них были закуплены необходимые продукты, и все, что необходимо было детям, куплены подарки, и проведены небольшие такие вот, у них там были такие театрализованные представления. В общем, все, что касается вертепов, рождественских постановок, в общем, очень так хорошо подготовились волонтеры, целую такую программу праздничную им привезли. Есть большой материал на эту тему, хороший подробный фотоотчет. Те, кто туда ездил, буквально 24 января они вернулись. Можете зайти к нам на сайт и посмотреть этот материал. Ну и необходимо отметить, что к этой акции долучились наши депутаты, они отвезли каждый депутат Южненского городского совета, подготовил свой именной подарок, который передали этим детям. Это такая акция очень как для Южного, мне кажется, что это отлично, что они так решили, но и не отказали волонтерам в том, чтобы Южненская милиция нам поведомляет про то, что зараз посилены охороны громадского порядка. Также, как мы вчера говорили, что сейчас службы города, и не только города, в связи с постановлением кабинета министра про посиленный режим, они сейчас несут службу, немножко не так, как это в мирное время. Связано это, прежде всего, через проведение антитеррористических заходов, органы и подраздели внутренних справ уточнений переведены на посиленный вариант несения службовой деятельности. Что это обозначает? Что сейчас увеличилось количество патрулей, то есть два патруля ходят по городу Южному, они ходят гораздо чаще, они имеют при себе оружие, и все это для того, чтобы не допустить, или это такие профилактические меры, направленные против криминогенной ситуации, ну, а связаны они, естественно, с тем, что у нас на востоке страны происходят такие страшные события. На жителях города Южного такие посиленные варианты несения службы ничем никак не влияют, то есть это не комендантский час, это все в порядке, но нужно учитывать, что если работник милиции вдруг заинтересовался вашей личностью и решил проверить документы, не нужно оказывать ему сопротивление, возмущаться, потому что сейчас у них немножко больше полномочий в этом плане о правоохранительных органах, поэтому, ну, просто вести себя адекватно, для того, чтобы не вызывать каких-то ненужных конфликтов. Сейчас ситуация такая, что лучше не накалять, я думаю, что это не составит труда, если вы ни в чем не подозреваетесь, то все будет нормально, так мне кажется. Вчера вечера южницы так ошанували память героев Круту. Есть такой материал, у нас на сайте его написала Ольга Кумарова. Вчера, 29 сечня, до памятника героям, до нашого памятника героям, який розташований в центрі міста на Головній площі Перемоги, прийшли наші активісти, ті, хто постійно збиралися і минулого року на Майдані, і у цьому році теж беруть активну участь у підтримці наших військових, це і волонтери армії «Хелп», представники 4-ї школи, вони вчера вшанували память героев Круту. Така ж сама акція була по всій Україні, і також вона відбувалася і в Одесі. В Одесі це пройшло дуже гучно, багато людей вийшли із прапорами України, було дуже гучно шумно, отак викрикували гасла «Пам'ятай чужинець, тут господар-українець». Тобто пишуть ті, хто про це чув чи був поруч, що таку акцію вони в Одесі принаймні ще не згадують. Вона була вперше такою яскравою і неочікуваною. Ну все було майже спокійно і нормально пройшло. Це, мені здається, всі новини на сьогодні. Ну і переходимо до головної новини, яку ми сьогодні, головної теми, яку ми сьогодні обговорюємо. Пані Ларисо, що це за акція? От ми зараз бачимо у нас на стенді багато янголів. Чому ви, при тому, я пам'ятаю, як це організовувалося фактично за добу. Ви нам написали про те, що буде проводитися така акція, які запросили нас, щоб ми взяли участь не просто як журналісти, а ще й самі щось створили. Головна тематика – це янгули для кіборгів. Чому ви рішили таким чином провести? І чи є подібні аналоги ще, крім Южного? Якраз, по-перше, я вам дякую, що ви приєдналися не тільки як журналісти, а вже не вперше вималюєте янголі у місті Южному. Спочатку для ялинки ви дружно всім колективом малювали і додали трошки позитиву нашому місту і долучилися до цієї акції. Я вам дуже вдячна. Ви знаєте, що це трошки різні янголи, і по тематиці, і по формі вони різні. Як ця ідея виникла? Ця ідея, я думаю, що вона народжується десь вище, не просто в наших головах. Тому що ви знаєте, що продавався мій янгол колись, маленький, це в підтримку війська. А тепер цю акцію в Одесі започаткувала Марина Яндоленко і Лілія Клімова. Лілія Клімова очолює лінгвістичний центр в Одесі. І на базі лінгвістичного центру збираються люди, ті, хто хоче малювати янголів, і ті, хто хоче придбати цих янголів, в підтримку. Чому іменно в підтримку не просто захисників, а в підтримку кіборгів? Тому що акція була започаткована якраз в самі напружені дні, коли ми всі молилися, переживали, що як воно буде далі, і хотіли якось душевно, молитовно, всіляко підтримати хлопців, які там стояли. І коли мені Марина і Лілія написали, щоб я приєдналася, то я подумала, що чому я сама буду приєднутися, я могла би поїхати в Одесу, приєднатися просто як художник, або передати роботу. Але я подумала, що у нас вже є такий дружний колектив, і ми вже почали малювати янголів, то ми це продовжимо разом. Я їм написала, вони написали мені, як саме організували вони цих янголів. Вони на дошках малювали, ми так само загрунтували, правда, не дошку, не знайшлося на цей момент такої, як треба дошки, тому взяли фанеру. Але навіть сучасні іконописці використовують фанеру, вона дуже якісний матеріал, то я подумала, що нам вона теж підійде. І, звичайно, внову вже треба подякувати. Оперативні ще й тому, що ви підтримали інформаційно, четверта школа інформаційно підтримала, своїм друзям розказала. А матеріально, так би мовити, підтримав Олегу Дурбало. Я позвонила, сказала, що хочемо привезти, що проблема в тому, що треба напилити оці заготовки, на яких ми будемо малювати. Він до вечора мені вже їх десь знайшов, напилив і навіть грунтовку купив, привіз. Я вже ввечері стояла, це все грунтувала, готувалася. Наступного дня ми вже малювали, все високло. Ми бачимо, що, по-перше, різний вік тих, хто долучився до цієї акції. По-друге, дуже різна художня підготовка, я би так сказала. Тому що я, наприклад, взагалі до художньої школи не маю ніякого відношення. Ну і більшість з тих, хто взяв участь у цій акції, вони не мають ніякої художньої освіти. Це яким чим, як Ви вважаєте? Наскільки це нормально чи важливо? Роботи всі різні. Це впливає взагалі на цінність роботи? І на те, хто там, ну як будуть її сприймати цю роботу? Ну, як на мене, то найцінніше зараз в цих роботах, це те, що Ви заклали. Тому що можна бути дуже професійним, можна відноситися до цього як ремесла, вміти правильно малювати лінії, копіювати, там, все це. А в даному випадку найважливіше, мені здається, той настрій, та наша спільна творча молитва, то, ради чого ми зібралися, що ми думали про то. От навіть, Оля, я хочу вашу роботу показати, Наташина така ніжна. Я останній раз малювала, мені здається, років 15 тому. Тому для мене це, а тим більше фарбами, ну це для мене, я ще коли-неколи могла щось помалювати, але уліпцями більше графікою, а фарбами, я взагалі не пам'ятаю, якою в інтернеті. Ну, ви бачите, вже і в інтернеті ті оцінили роботу, і ми самі там зразу оцінили, що роботи дуже цікаві, і ваші, от якщо про ваші роботи говорити, не знаю, чи передасть комп'ютер, а фотографії ті, що на комп'ютері виставлені, точно вони не передають всієї краси цих робіт, тому що там золото, перламутр використовувався у написанні робіт, і фотографія все-таки цього не передає. Тому, я думаю, що ми все-таки їх ще покажемо в Южному, щоб Южний міг подивитися на наступного тижня з понеділка. Думаю, що ми це зробимо поки що в четвертій школі. А потім, скоріше всього, що передамо в Одесу, так як Одеса продає ці роботи, виставляє в інтернеті на аукціон, і вони збираються ці роботи одеському шпиталю подарувати по закінченню. А я домовилася з Олегом Дурбалою, що ті роботи, які не продадуться, ми передамо йому, і він повезе туди, в район бойових дій. Туди передасть, в ті місця. А скільки взагалі грошей попередній акції збирали? У вас є така інформація? Бо це ж вже не вперше так малюють ці картини, ці ікони майже. Ну, то, що я читала в інтернеті, то, що Одесити зібрали, то десь в районі 4 тисяч, по-моєму, вони вже зібрали. Може, вже і більше, тому що інформація ж постійно міняється. Це по Одеситах. Але паралельно, от я минулого разу вам говорила, що спілка художників Одеська долучилася, як і окремі художники від спілки, там організовується один напрямок підтримку поранених. Голова спілки Микола Всіка там окремо ще започаткував. Це в різних місцях паралельно проходять і опціони, і підтримку цих людей, які переселені, дітей, інвалідів. Тобто художники дуже активною, багато художників, вони скажуть, що всі, тому що є ті, які сховалися зараз, і ми навіть не знаємо, чим вони займаються, чи вони малюють, чи вони чекають кращих часів. Є ті, які взагалі не розуміють, що відбувається, якось затихли. Є ті, які активно включилися в роботу. Це ті, які в спілці саме? Так, сама спілка. Більшість, я бачу, по тому, як проходять виставками, що більшість художників все-таки дуже активною зараз творчу діяльність веде. Здавалося б, що зараз все-таки художникам важче і виживати, і взагалі художник реагує, мабуть, ще десь... Творча натура. Творча натура, і більшість художників все-таки ті, кого я знаю, я знаю, що вони дуже чутливі і дуже болісно сприймають все, що відбувається. І разом з тим вони все рівно шукають методи. От навіть Марина Яндоленко, вона теж член живописної секції Одеської спілки художників, то в неї серія ангелів зараз пішла. І вона пише, я вже не для проєкту це роблю, я вже це роблю сама для себе, тому що мені хочеться зараз це малювати світлого, пікового янгола, він просто дає самі сили, я розумію її, це дає сили працювати. Як швидко вони продаються? І взагалі ціна 300 гривень, вона для Одеси не драматична, а все ж таки для інших місць, мабуть, благодійна діяльність спонукає людей, вони більш долучаються і з легкістю віддають гроші. Як відбувається? Ви знаєте про це? Ви знаєте, я в ці дні не їздила туди в лінгвістичний центр, але я знаю, що люди приходять туди, дивляться отак вживу роботи, щоб можна було вибрати щось і залишаються інколи малювати, тому що вони прийшли купити роботу, їм подобається, вони ще купили роботу, намалювали і залишили ще свою роботу. Такі випадки там є з того, що я читаю. І через інтернет, там вони готові відправляти новою поштою, тобто вони не тільки на Одесу розраховують, вони ширше працюють, вони працюють на Україну, і я думаю, що навіть не тільки на Україну. Тобто ті, кого цікавлять роботи. І в Одесі так само, як і в нас. І ті, хто вчився, хто закінчував, як Наташа, художню школу, чи ті, хто малював просто в звичайній школі, я так розумію, Оля, так. В Одесі так само. Враховують, в першу чергу, просто таке щире бажання, настрой такий. А можна, наприклад, придбати цю картину і просто заплатити гроші і не брати її, передати в центр чи кіборгам? Такі випадки бувають, щоб хтось так само вчиняв, так? Так. В Одесі точно знаю, що таке було з Янголом, якого Марина намалювала. Він сподобався, жінка його купила, а потім подумала, прийшла ще теж малювати і сказала, що, знаєте, а подаруйте цю роботу наймолодшому пораненому в госпіталі. Там дуже така світло-золотоголоса на саму Марину схожий цей Янгол. Марина така світла дівчина дуже. І Янгол схожий дуже на неї такий. Жінка та, яка купила, запропонувала, що хай і ця робота, яку вона купила, ну, виходить так, що вона просто благодійно пожертвувала кошти, тому що роботу вона подарувала. Ну, але все-таки з рахунком її думки, ідеї. У вас в планах є ще проведення подібних акцій в місті Южному? Так, так. Завтра о 16-й годині в четвертій школі, в старшій школі, на першому поверсі, ну, там, де ми минулого разу були. Тільки цей раз ми будемо в новій техніці, ми продовжуємо тему Янголів, але цей раз це буде народна ікона на склі розпис, тому що через раз наступного разу ми будемо вітражну техніку використовувати, а цей раз прийоми будуть народної ікони на склі ми будемо малювати. Там будуть якісь певні закони, по яких потрібно буде малювати, чи так само творчо підходити до процесу? Творчо ми завжди будемо підходити до процесу, а зразки, як це робили до нас, я, звичайно, покажу, тому що вже є такий певний стиль, і він допомагає в роботі. І на вході в школу там теж вертеп зроблений у стилі народної ікони, тобто по дорозі в школу вже видно буде, в якому стилі ми будемо малювати. Ну, але, звичайно, я ще зроблю якісь розтруковки, книжку принесу для того, щоб ми трошечки більше заглибилися в цю тему. Скло, фарби, ну, тобто все, що необхідно, пензли, потрібно мати з собою, чи там, чи буде під час майстер-класу? Під час майстер-класу будемо видавати скло, будемо видавати фарби. Якщо у когось є пензлі свої, улюблені, приносити, ставте біля себе, працюйте ними. Звичайно, ми і принесемо такі, що для всіх будуть на столі, якщо у когось немає. Маркери будуть, там нам вони потрібні будуть. Можна взяти з собою якусь ганчірку, фартушок для того, щоб не забруднитися, такі якісь, чи серветки, якісь такі речі особисті. Ну, і баночки, звичайно, якщо ви принесете свої, то це буде добре, тому що минулого разу я приносила і знову принесу. Але якщо кожен візьме собі і потім забере, то буде ще краще. Це потрібно буде прийти до четвертої школи, так? До четвертої школи, так. А, і ще з цього разу ми хочемо, можна сказати так, прискорити збір коштів, щоб передати волонтерам, тому і ще матеріали самі закупляємо. Тому цей раз 30 гривень буде коштувати для дітей цей майстер-клас і 50 гривень для дорослих. Там буде стояти скринька і пожертву будуть йти для поранених захисників. Ну, і щось може з тих грошей, якщо закінчиться фарби, ми виділимо на фарби. Ну, це ж потрібні акрилові фарби, так? Тобто, так. Можна, ну, так як тренувально, то малюють інколи і гуашю, але ми будемо малювати акрил. Ми вже по-справжньому все будемо робити. Цікаво дуже, вже не може дочекатися. Можна ще олійними фарбами робити, от в народі це і олійними фарбами роблять, але олійні фарби довго сохнуть і використовуються розчинники, то ми би всі дихали цим. Тому нам акрил краще підходить з цих позицій. Є якісь обмеження, наприклад, ну, тобто, багато людей, мало людей, ну, тобто, скільки може прийти і вміститися? Ну, скільки там може прийти, по-моєму, чоловік 20-25, так, як я згадую візуально той клас, як ми минулого разу розміщалися. То я думаю, що нам вистачить місця. Якщо будемо бачити, що є якісь проблеми, то будемо ділити пізніше на групи. Поки що все було добре у нас. Роботи так само будуть коштувати 300 гривень? Чи через те, що це трохи інша техніка, можливо, там і стартова ціна вища? Ні, тут якраз навпаки. І за того, що ми покладемо скриньку і люди зразу внесуть свої пожертви, які ми передамо волонтерам, то роботу по бажанню можна буде залишити, і ми її тоді передамо. Оці роботи точно ми в одеський госпіталь, так як вони на склі передамо, тому що вести їх кудись далеко буде трошки небезпечно. Якщо вони продадуться, знову же ми будемо з лінгвістичним центром співпрацювати, то добре. Ну, в даному випадку ми не ставимо акцент на тому, що роботу обов'язково треба залишити. Людина сама, якщо захоче, то вона залишить роботу. Якщо захоче собі на пам'ять забрати, то забере собі на пам'ять. Тобто це вибір тих людей, які прийдуть, буде. Я хочу представити вашу роботу, вона мене вже оберігає другий ефір. Що це за робота? Тому що, звичайно, видно, що це, по-перше, професійна робота, по-друге, ви знаєте про неї трохи, що це за робота. Тому що ми просто так малювали, що нам в голову прийде, а у вас є певна інформація про цей образ. Чому саме цей образ? Це називається робота «Архангел золоте волосся». Я, коли показувала вам зразки, які, ікони з ангелами, з архангелами, взагалі цей стиль, тип, вони лежали там. То мені дуже сподобалася ця робота стара, скоріше всього, візантійська, тому що навіть точно не знають її походження. Саме за кольором. Оце охра, сині, золотисті. Мені дуже ці кольори запали в душу. І я, не задумуючись, я вже коли почала малювати, то я зрозуміла, що я малюю знову Архангела Гавриїла, благовісника. Тобто це її така назва «золоте волосся», це і серед інших такого типу робіт відрізняє. А Архангел Гавриїл – це той, який благовість Діви Марії приніс про народження Христа, і Архангел – благовісник. Тепер я його, коли була в Польщі, то я кілька робіт теж на цю тему там малювала. Тому що, так як я туди їжджу, мене і художника знають, то не обов'язково ставлять, художникам інколи ставлять завдання, що одні там малюють натюрморти, інші пейзаж дають. Ті роботи, які ми залишаємо організаторам. Коли я і Таня Поповиченко з Одеси спитали, що ми повинні залишити, нам сказали, що ми можемо залишити те, що ми самі хочемо. Тобто ми самі вибираємо тему, малюємо і залишаємо. Я малювала там Архангела Гавриїла теж. Мені так хотілося цих благих вістей для України. Я все рівно не могла повністю на пленер переключитися. Звичайно, я цілими днями малювала пленерні роботи, бо там дуже красиво. Але мені все рівно там на більшому форматі, мені все рівно хотілося і думати, і малювати про Україну. Тобто ще там я почала цю тему малювати. Десь підсвідомо, мабуть, тому підсвідомо, мабуть, я цю тему і тепер вибрала. Хоча ви ж знаєте, що я часто малюю янголів просто з уяви, так як я відчуваю, як я бачу їх там внутрішньо. Ну, а цей раз мені хотілося ближче до іконопису. А самі, от зараз змінилися ваші роботи, події в Україні, якими ще позначилися на вашій творчості? Ну, позначилися. Позначилися і події в Україні, і те, що саме тепер цього літа я багато Богдана Ігорі Антонича читала, а це надзвичайно кольоровий, яскравий поет. Я для себе його відкрила, я знала це ім'я, я його раніше читала в книгах по етнографії, тому що там його використовували, він про колядки красиво писав, у нього красиві такі замальовки про осінь українську, і це використовувалося в етнографічних книжках. Але, ну, коли я його читала мало, то це було просто красиво, а коли я прочитала його багато, книжку там вибране, і прочитала різні періоди, перейшли в мене перед очима, то так я для себе це назвала внутрішнім таким вибухом. Тобто, взагалі це, ну, я десь відчувала, що я так дивлюся на світ, а коли я прочитала Богдана Ігоря Антонича, то я зрозуміла, що так, я отак бачу цей світ, як він. І в нього багато поезій не тільки прославляють Бога, а прославляють Бога як творця цього земного красивого світу, сонячного, яскравого, різні в нього поезії. Є і поезії, в яких він спраждає. Його творчість прийшлася на часи, коли тут, в цій частині України, вже був голодомор, тобто він і це застав. Тому, звичайно, в творчості і це відображається. І ті роботи теж вони по-своєму дуже яскраві. Але найбільшими ми вразили, вразив його колір, його динаміка, його творчості. За що нам таке? Тут просто по-творчому, як жителі Донбасу так само питають, за що їм це? А за що нам, українцям, таке? Ми малюємо янгулів, ми надсилаємо бітям АТО, бо малюнки діти малюють. І все це, ну дійсно, це такий вибух творчості для того, аби підтримати наших бійців. І як вчора і так само Олександр Мажаїв казав, про те, що ці малюнки від дітей і подарунки, які приходять у беріги, для них це має дуже велике значення. Тобто вони захищаються цим, воно їх зігріває. І ми все робимо, ніби, для того, щоб і війни не було, і щоб вона закінчилася швидше. І якісь позитивні думки направляємо. А у нас так от якось це не закінчується. І що далі, новини гірші, мені здається, і гірші. Як ви це відчуваєте? Чому? За що? Я не знаю, чи це кара, чи не кара, чи це чомусь навчає? Ви знаєте, мабуть, це очищення. Недавно тільки пройшло свято водохреща. Так, якщо брати його, дивитися духовну суть цього свята, то коли Христос зайшов у води Йордану, це таке символічне очищення. І тоді на нього зійшов святий дух. І, мабуть, для України теж іде, проходить пора очищення. Очищення, мабуть, від тої епохи, яка у нас позаду, від того стилю мислення, від багато чого. І це дуже важко, це дуже важко. Чесно кажучи, я постійно молюся за мир, я розумію, що це настільки важливо, особливо, коли бачиш, що відбувається, і чуєш, що відбувається там. То не дай Бог, як кажуть. Але прекрасно розумію, що, щоб не було цього далі, ми не повинні жити в страхові, ми не повинні передавати це все далі, ми повинні це спиняти, ми повинні дарувати один одному любов, надію, мир. Ми повинні це нести. І тоді цей мир буде тут, ми зможемо це спинити. Ну, я свято в це вірю. Дуже сподіваюся так само, і всі сподіваються. І особливо в цей період, коли знову мобілізація, і всі переживають, будемо сподіватися, що все це колись закінчиться. Ну, воно має закінчитися, рано чи пізно. Просто не хочеться цих жертв, ні з одного, ні з іншого боку. Не хочеться. Не хочеться, справді, я теж, коли дивлюся в інтернеті, там же є новини і з нашої сторони, і з тої сторони. Показують фотографії цих кладовищ, де стільки захоронень з номерами. І мені боляче на це теж дивитися. Я розумію, що там теж закопані чиїсь діти, чиїсь чоловіки. Це дуже погано, це дуже боляче. І я не сприймаю Росію як агресора, я імперію сприймаю як агресора, я Кремль сприймаю як агресора. Тому я Росії теж бажаю миру, і бажаю, щоб їхні діти, чоловіки теж були вдома, і щоб теж не плакали їхні жінки і діти. У мене немає агресії. Слава Богу, немає агресії ні проти Донбасу, ні проти Росії. Я розумію, що це була велика інформаційна війна, яку, на жаль, не змогли ми виграти. Тому ми мусимо зараз вже зброєю в руках відстоювати свою цілісність. І тому дуже важливо інформаційно зараз робити все світле. Ваші репортажі з світлими, наші картини з світлими. Якщо ви спитали, чи міняється творчість, вона усіх зміниться, не тільки у мене. Тому що нерви наші стали оголенішими. Ми посміхаємося, я, наприклад, стараюся туди, куди я приходжу, нести мир. Але я все рівно все перепускаю через себе. Мені все рівно болить, я не можу сховати голову в пісок і не дивитися новини. Хтось так робить, я знаю, що багато хто так робить, я так чую. І знаю, що люди там діляться котиками, квіточками, і в друзях тримають тільки тих, хто робить так само. Їм так легше, вони закрилися у своєму світі. Я не хочу закриватися, але нести я все-таки хочу світлим в цей світ. Ділитися світлим і вірити, що, звичайно, якщо треба буде, то я буду робити все для того, щоб Україна залишилась Україною. І наші цінності залишились тут, на нашій землі. Ми відстоюємо не тільки свою землю, ми свої цінності відстоюємо сьогодні. Друга частина нашої програми, вона буде присвячена більше подіям, які відбуваються зараз на сході країни. Чому ми колись прийняли таке рішення? Тому що інформації, на жаль, немає. Немає тієї об'єктивної інформації. І сьогодні про Дебальцевський казан ми отримуємо різну інформацію, і вона часто не підтверджується. Тобто це дуже погано, що ми не довіряємо навіть власним джерелам інформації. Тому що ті офіційні дані, вони суперечать один одному. Тобто це дуже погано. Тому от ми сьогодні будемо знову робити так, ми будемо зв'язуватися по скайпу, по телефону з тими людьми, які зараз знаходяться там в Донецьку або в Луганську, для того, аби отримувати інформацію більше об'єктивно. Дякую, це дуже добре. У мене до моєї знайомої приїжджала подруга, вона зараз не може вернутися додому, бо вона з Луганська. Але от вона теж розказувала, я з нею спілкувалася, питала, як. В неї там багато залишилося людей, за яких вона хвилюється. Вона знає, що вони не можуть виїхати, тому що вона виїхала, в неї діти виїхали сюди, в цю Україну, де ще мирно. А не у всіх є можливість сюди виїхати. І от вона дуже хвилювалася. А зараз тим більше там важко дуже виїхати, з багатьох причин. Тому ви робите дуже велику справу тим, що ви цей мостик кидаєте. Бо те, що я говорила в себе на відкритті виставки, ця війна закінчиться, ми її виграємо. Але нам треба буде наводити тут порядок. Нам треба буде робити, щоб ця країна була доброю, хорошою, привабливою для наших дітей, для наших внуків, для всіх. А для цього нам треба буде спілкуватися один з одним і дивитися один одному в очі, і розуміти один одного. Це дуже важливо. І те, що ви робите, мені здається, що ви якраз це робите. Так, як Викарчук сказав, коли настане день, закінчиться війна. Так що будемо сподіватися. Переходимо до наступної частини нашої програми. Зараз перебивка, і ми через кілька секунд знову з вами зустрінимось. Зараз перебувалися. Але время диктує нові правила гри. Репост запускає новий проєкт. Все почалось з того, що нам предложили сотрудничество на условіях партнерства Торговий центр «Плаза». Ми получили поміщення і поделились в сети Фейсбук своїми мечтами. Активні... 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 НMarkам! Активні... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мариупольские дети голодают. Более 20 воспитанников республики Пилигрим устроили акцию «Хлеб и вода за Украину». Сколько дней собираются обходиться без пищи юные пилигримовцы? Об этом смотрите далее в сюжете. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот я жду от нового онлайн-ТВ то, чтобы они стали ключом к тому, чтобы правда распространялась быстрее, чем лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Энрике Менендес у нас есть там в списке. У меня он первый стоит в скайпе. Ему можно звонить. Ну сейчас попробуем... Должен быть, я его добавила. Прокрути немножко вниз. Потому что у меня почему-то не отображается. Ну вот он, вот он, вот он, вот он. Вот, есть, наконец-то. Мы сейчас связываемся с... Можно включить ему... Не-не-не, не выключай, просто видео здесь сделаем. Так, подожди, для начала нам надо включить звук. Можно включить видео, чтобы он видел, кто это. Вот тут. Ну и все, сейчас посмотрим. По идее, камера. Я не могу понять, у нас... Непонятно, идет ли звонок. У меня вообще интернет или нет? Похоже, что нету опять. Ну вот сейчас у меня появилась одна, один стришок. Не буду никому. Снова перезагружаем... Есть, есть, пошел звонок. Мы можем набрать его номер телефона, в принципе. Сбрасывает звонок, я ему сейчас наберу. Может, он просто подойдет к компьютеру. Да. Есть у вас знакомые в Луганске или в Донецке? У моих таких особенных знакомых нет. У моих знакомых нет. У моих знакомых нет. Тогда давайте еще раз попробуем, хорошо? Ну давайте. Ну что, давай пробовать? Да. Выбираем. Он, по крайней мере, мне кажется, активировался, да. У тебя он живой такой, мне кажется, все плохо. Здравствуйте. 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 Здесь сейчас Felipe. Соответственно, все очень много... Расскажите нам, пожалуйста. Расскажите нам о ситуации в Донецке, потому что мы знаем отрывочную информацию о том, что там происходит. Мы знаем, что обстрелы идут, что очень все сложно, тяжело. Расскажите о том, что у вас сегодня происходило в городе. Гуманитарной помощи погибло по разным процентам от 5 до 12 человек. И из-за этого, насколько я знаю, даже была приостановлена выдача гуманитарной помощи в фонда Рината Асметова. Даже был их вклад и штаб-квартира эвакуированы. И я не знаю, как дальше будет с этим в СТД развиваться ситуация. Вообще, начиная с 8 января, когда режим прекращения огня перестал действовать, каждый день ситуация постоянно ухудшалась. Есть три района Донецка, которые подвергаются постоянным обстрелам. В принципе, люди к этому уже привыкли, что есть опасные зоны, и нахождение там ничего не гарантирует. Но в течение последних двух недель в городе стало появляться все больше и больше мест, которые стали небезопасными. То есть, фактически, можно констатировать, что в Донецке уже практически нет мест, до которых не залетают снаряды, и в которых можно всегда чувствовать полные безопасности. Так, сегодня опять четыре попадания, по данным официально, по сообщениям городских властей, четыре попадания в один из центральных районов города зафиксированы. И сегодня вечером тоже были слышны звуки разрывов прямо в центре города. Мы как раз находились в центре в это время. И слышали звуки разрывов, это означает, что опять центр подвергся обстрелам. Ну и, безусловно, большой тренд в последние недели – это введение вот этих ограничений на передвижение, поскольку это тоже то, что влияет на жизнь людей. 21 января, как вы, наверное, знаете, есть правила ограничения по перемещению в зоне РТО. Сейчас большая пута нестыния разбежиха с этими пропусками. Очень много людей подают заявки и вынуждены ждать, и не могут выехать с этой территории, потому что не пропускают. Также это нашло свое отражение на доставке коммерческих грузов, и, естественно, гуманитарных грузов на эту территорию. Это тоже вызывает опасение, беспокойность у местных жителей. Довольно заметно за последние, наверное, две недели опустили полки супермаркетов, что даже если не есть деньги, то не всегда можно купить то, что для себя нужно. Ну и не стоит забывать, естественно, о том, что очень много людей живут в состоянии отсутствия доходов уже много месяцев. Соответственно, эти люди полностью зависят от поставок гуманитарной помощи в регион, и если с гуманитарной помощью с ее поставками возникнут перевод, то многие из людей окажутся на грани голода. Расскажите, Энрике, информация о том, что кто стреляет, постоянно будоражит нас, как люди, которые имеют отдаленное отношение к тем событиям, которые у вас происходят, но она все равно является таким краеугольным камнем бесконечных споров и, так сказать, таких очень острых дискуссий. Кто стреляет, вы можете нам объяснить, в принципе, почему перестрелки происходят в городе, и почему у вас грады стоят практически во всех районах, нам говорила жительница Донецка? Как вы можете это прокомментировать? Ну, смотрите, во-первых, нужно четко определиться в том, что та война, которая у нас происходит, ее не зря абсолютно называют двойной артиллерии. То есть обе стороны конфликта активно используют одинаковые различные системы и те же самые реактивные системы залпового географа. Город Донецк, сам город Донецк, находится фактически на линии фронта, то есть есть минимум два района города, которые непосредственно в зоне соприкосновения. Соответственно, не из города по позициям украинской армии стреляют ополчевших, а в город им отвечает украинская артиллерия. Соответственно, вопроса по тому, кто именно обстреливает город, у жителей Донецка самого практически нет, поскольку некоторые люди живут в тем районах города, где они видят артиллерийские системы одной и другой стороны. И между ними начинается время-древняя перекличка. Иногда начинают из города, а иногда начинают с противоположной стороны, из города отвечают. И в принципе это логично. Вопрос насчет того, стоят ли орудия в ополчении в жилых районах, наверняка это где-то происходит. То есть есть мобильная артиллерия, которая приезжает, делает залп, уезжает. И непосредственно вот в жилых кварталах я такой артиллерию не видел. Но нужно понимать, что такое город Донецк. Город Донецк это огромный город, который по площади в 4 раза больше, чем Парис. На территории города есть очень много индустриальных зон. Есть промышленные предприятия. Вот часто есть информация о том, что артиллерия стоит там. Но опять же, в условиях большого города есть такое понятие, как городское эфо. То есть когда ты слышишь залп, тебе кажется, что звук идет отовсюду. И понять, откуда именно стреляют, именно стреляют, невозможно. А касательно того, откуда прилетает, здесь я бы все-таки не стал бы делать выводы сам. Хотя я стопроцентно уверен, что украинская армия, к огромному сожалению, использует неизбирательное оружие по городу, к огромному сожалению. Но я все-таки больше напирался бы на выводы миссии ОБСЕ. В городе работает, насколько я знаю, по официальным данным, 16 патрулей ОБСЕ, которые выезжают на места стрелок и делают довольно подробное заключение, с какой стороны и из какого именно вооружения был произведен выстрел. И их выводы довольно односачные во многих случаях. Но еще один важный момент, который нужно учитывать, это то, что вот эти вот события, если вы помните, на прошлой неделе в Ганецке были очень громкие случаи, когда снаряды попали на остановку общественного транспорта. Конечно, конечно, да. Да, этот случай шокировал мест, поскольку этот район города, он долгое время считался после лета, когда был фактически пик напряжения в городе Ламбусе, когда город был ужасно с тех сторон, и не было нигде безопасного места, тот район вот с этого времени стал больше безопасным, поскольку линия фронта на южном направлении, она поддвигалась к Еленовке. И больше артиллерия украинской стороны не могла задевать до этого района. Но вот этот случай, который произошел на прошлой неделе, он опять сделал этот район небезопасным. Тогда эти выпускники в стороны отменили друг друга во взаимных обстрелах, о том, что ополчение считало, что что-то сделала диверсионно-разведывательная группа. Так вот, я могу сказать, что в Ганецке до сих пор многие считают это основной версией. И по городу в последнюю неделю очень ужесточили внутренние правила перемещения. То есть весь город наполнился министейскими патрулями, на важнейших транспортных артериях города останавливают много машин, и чуть ли не каждую машину тщательно проверяют с формулировкой, что мы ищем диверсионно-разведывательные воинские группы, которые могут совершать провокации в городе. Но так и не было предъявления одной группы, которая была задержана. То есть это тоже вызывает много вопросов. Но вы же понимаете, что большинство людей мирных не имеют никакой возможности разобраться в таких военных вещах, с которыми мы никогда не сталкивались. Поэтому основное, вот о чем думают люди, это многие люди действительно считают, что все равно с какой стороны тебе прилетит снаряд, от которого ты умрешь. Для тебя это ничего не меняет. В общем, приблизительно ситуация такая. Хорошо. Вообще, в принципе, мы знаем о том, что в центре города, вот как вот, в частности, с этой троллейбусной остановкой, это не ежедневные ситуации. Ну, по крайней мере, так нам говорят об этом СМИ. А жители города говорят о том, что вообще-то это частенько бывает. Где правда? На самом деле, как обстановка в городе? Что происходит? Часто ли обстреливают остановки? Автобусы, вот тот же Сволноваха случай. Мы об этом знаем локально. Вот произошло, мы узнали трагедию, и мы все присоединились к скорбию. А как у вас там вообще это все происходит? Вот вот один из камней представления, который стоит на пути понимания между людьми, которые живут в прифронтовой зоне, и людьми, которые живут в безопасных городах. На самом деле, проблема в том, что в главе медийной действительно придаются такие вот вопиющие случаи, и тогда, одновременно, много людей погибло. Вот это вот событие на блокпосту в Лонбассе, по моему мнению, стало одним из военных сабу, которые отняли. То есть для этого блокпосты, на которых был большой пассажиропоток, никто и не обстреливал. Поэтому люди узнают об этом, к этому события обрековано внимание от них. Но, тем не менее, в Донбассе очень много людей сихнули среди них каждый день. Никто об этом не вспоминает, никакой формы на украинской территории, и, к сожалению, по этим людям не производится. Чтобы расставить все точки надрез, я хочу сказать, что начиная с июля, когда Донецк начали обстреливать, и по окончании активных боевых действий в декабре, когда 9 декабря начался режим прекращения огня, который практически месяц пробился, и 8 января снова, к сожалению, был нарушен, городской совет в Донецке публиковал каждый день, три раза в день, вводку боевых ситуаций по городу. Они публиковали, сколько людей на предыдущие отпуски погибло, сколько ранено, и давали точные адреса, по каким адресам какие объекты были повреждены или уничтожены. Так вот, случаи обстрелов Донецка в горячей опазе боевых действий не прекращались никогда. То есть есть районы Горнада, которые обстреливаются 3-4 раза в пуски. И практически каждый день от двух до десяти человек в Донецке гибло в период августа-седевря, когда наиболее острая опаза была. С 8 января, когда возглавились военно-газу за боевые действия, эта ситуация снова начала повторяться. Например, в неделю, с 8 января, в неделю, которая последовала после возглавления боевых действий, городской совет даже давал такую статистику, что на эту неделю пришел садель, когда в городе было затифицировано максимальное количество повреждений. Объекты по 62 адресам были повреждены в результате обстрелов. Соответственно, действительно можно оттенцировать, что люди гибнут каждый день. Просто то, что это не является массовыми случаями, они все не сконцентрированы в одной точке, а гибнут в разности города, поэтому не такая большая негативная огласка. По сравнению, количество жертв этой войны просто огромное. Вот, например, недавно я разговаривал с одним из врачей в больнице, которое находится в Донецке. Он говорил, что вот в больнице соотношение между раненшими ополченствами и мирными жителями является один к шести. То есть на каждого раненого ополченства приходится шесть раненых жителей. То есть это говорит нам однозначно о том, что в этой ситуации стражают больше всего именно мирные жители. Поскольку, знаете, это тоже такое пословица военное, о том, что на войне самое безопасное место это непосредственно на передовой в окопе на линии фрота. Поскольку военные знают, как все довести, они к этому готовы. Мирные люди, опять же, в условиях аферийской войны, когда орудия, которые стреляют, находятся в 15-20 километрах от места, куда они стреляют. И твоя смерть может прилететь просто из неизвестности. И ты не успеешь даже отреагировать на это. Вот это самое обугающее для мирных жителей и самое страшное, что можно отметить на этой абсолютно несправедливой, как мы все считаем, войне. Скажите, а почему мирные жители остаются в Донецке? Почему не покидают хотя бы на какой-то период времени свои квартиры и не уезжают на безопасную территорию? Здесь нужно разделить этот вопрос, насколько это сложный вопрос. Я говорю очень правильно, я благодарю вам за то, что вы поднимаете сутен. Очень нужно четко разделить, что сутен все абсолютно разные ситуации. Во-первых, люди старались, например, было несколько волн в миграции, и часть людей еще когда только начали не боевые действия, а просто беспорядки в Донецке часть людей попыталась лечить хоть отсюда. Многие начали уезжать в летний период. Но нужно понимать, что в Донецке только в одном Донецке. До военных действий население только самого города было 980 тысяч человек. Если взять Донецко-Макеевскую агломерацию, тогда очень много людей из отлесных городов работали в Донецке, и фактически эти города уже страны лич Донецка, как Макеевка, Абдеевка, которая сейчас тоже линия Проза. Так вот, население всей этой эмбрации до войны составляло 1,7 миллиона человек. То есть, хотя бы просто теоретически попробуйте представить себе масштаб такой эвакуации. Этим людям всем нужно не просто куда-то вылезать на пару дней, им нужно фактически наладить свой быт. То есть, нужно понимать, что многие из них не имеют ни родственников, ни финансовых возможностей, чтобы самим снять квартиру или куда-то переездать. То есть, эвакуация такого масштаба может быть реализована только в рамках государства. И столько государства может организовать статистра структуру. Я напомню, что когда боевые убийства шли в Адриногрузинской войне в 2008 году, и когда многие люди покидали территории Абхазии и Южной Осетии, грузинские власти построили 45 поселков, поселков для временных пересенетов. Я просто хочу задать вопрос, сколько поселков построила Украина для пересенетов с этих территорий? Я не знаю ни одного такого случая. Я знаю лагеря, которые разворачивали волонтеры. Но они могут принять, ну, допустим, 10 тысяч человек всего в этой стране. Но никак не те, 2 миллиона. И это я говорю сейчас только про Донецк. То есть, это первая причина, по которой нельзя такое количество людей никуда убрать. Вторая причина, многие люди выехали, действительно. В августе было зафиксировано пиковое количество эмиграций из Донецка. И тем не менее, даже в самые такие пустынные дни в городе оставалось 680 тысяч человек. Ведь многие люди думали, что они выедут на аренду, пересидят там в каких-то безопасных городах или совместят с отпуском. Она закончится у них отпуск, они вернутся и уже все давали. Но этого не случилось. Война затянулась, а у людей закончились деньги. И они были вынуждены возвращаться в Донецк, где у них есть хотя бы квартиры, и не нужно платить за аренду. Ведь вы знаете, что в городах, в которых люди начали универировать, даже в том же Мариуполе, редко подняли цены на аренду. Никто не делал никаких скидов на то, что это переференция из регионов или мне туда деваться. То есть, к сожалению, не было организовано никаких перегонных условий. Так вот, люди начали возвращаться и сейчас в городе по равным оценкам 750-800 тысяч человек. То есть, примерно 100-150 тысяч людей вернулись, потому что они не смогли устроить свой быть на безопасных городах. Они не смогли найти достойную работу с оплатой, соответственно, им не за что снимать жилье. Плюс, давайте не забывать про такую категорию населения, как те, кто досматривает лежачих родственников. То есть, очень много стариков, немобильных, которые не могут или не хотят уезжать отсюда. Если тут есть у вас, если в семье у человека есть пожилой родственник, за которым нужно присматривать, то хочешь, не хочешь, ты остаешься в городе, потому что тебе ни на кого ставить этого человека. Ты же не можешь его здесь бросить, просто умирать. Правильно? То есть, многие люди прикованы к своим лежачим родителям. Очень многие. У многих такая работа, что ты не можешь уехать. Например, ты уехать можешь, но найдет ли работу шахтер на другой территории Украины? Конечно, не найдет, потому что его шахты остаются здесь. И я не знаю, знаете ли вы эту информацию, потому что шахты продолжают работать. Мы знаем, ахметовские шахты продолжают работать, насколько у нас есть информация. Да, не только ахметовские, продолжают работать и государственные шахты. И государственные даже. Да, абсолютно, очень многие шахты и крупные предприятия продолжают работать. Даже губернатор, ну и губернатор области Кихтенко об этом неоднократно говорил в своих официальных интервью. Также есть целая категория людей, которые просто считают себя икентами-катриотами. То есть они просто не находят себя нигде, кроме Донецка. Им действительно трудно психологически уехать, трудно обустраивать свою жизнь. Есть примеры, опять же, людей, которые выехали, но выехали не очень удачно. Например, я вот далеко за теми, что вы не хотите, у меня есть садик, он работал в крупной международной фрамософтической компании. Еще летом он с женой и с дочкой уехал из Донецка, причем уехал так, чтобы забрал в Стребель из Донецкой квартиры. И вот несколько недель назад он вернулся, поскольку его Галмания из-за экономического кризиса в Украине уволила 80% штата на сфере Украины. Он потерял работу и больше не смог найти по своей специальности работу в Стребель. Потому что нет, он вернулся в ту больницу, где он работал главный мир сам врачом. Восстановил свою медицинскую лицензию и вернул всю мебель, вернул жену с дочкой. Это вот один из примеров вот таких частных случаев, которые, в общем-то, являются на самом деле типичными. Ведь многие люди не смогли найти альтернативу на другой территории Украины или России или еще в нем. То есть, можно понимать, что этот вопрос сложен и нет простого отреза в нем. Скажите, у вас в Фейсбуке здесь есть группа, называется она «Ответственные граждане». Инициативная группа. Чем занимается эта группа? Какие у нее обязанности? Да, это группа, в которой я скажу одним из основателей, в которой я являюсь, одним из четырех основателей. Мы создали эту группу в начале июня. Она состоит из местных Джигарь-Занетска, кто решил оставаться здесь в независимости от того, что будет происходить. И первичная задача группы это помогать мирным людям, которые оказались в сложной ситуации. У группы есть два направления. Мы сильно выросли за это время. С июня нас стало намного больше. Это группа волонтеров, которые помогают мирным людям. У нас есть два группных направления. Первое, это системная работа с международными организациями, мы сотрудничаем как некоторыми департаментами ООН, такими как Юнисор, такими как департамент ООН по нам сежинствам. Работаем с отдельными организациями, такими как врачи безграницы и People and Need. При помощи этих международных зоноров мы снабжаем едной департаментами места примененного переселения. Людей, у которых разрушены дома, таких довольно много даже в Донецке. Например, еще в остебле в Донецке и в России давали статистику, что внутри самого Донецка до 10 тысяч человек утром переселения, поскольку и дома разрушены. Многие из этих людей живут либо в общежитиях, которые им предоставили, либо живут в облубежищах. Например, в районах города Донецка, которые подвергаются обстрелам, это Петровский и Киевский в основном районы, мы помогаем обжении 16-ти бунно-убежищ, в которых постоянно живут более 600 человек, из них 130 на 10. Естественно, это люди, у которых нет средств существования, они полностью залиты под гуманитарной помощью. Вот с помощью международных организаций мы привозим как еду, так и медикаменты, так и средства гигиены, благодаря которым они могут как-то налаживать свой быт. Второе наше в категорию людей, которые получают помощь от международных организаций. Например, вы знаете, что у Ханда Ахметова есть довольно-жесткие ограничения. Они дают помощь пенсионерам старше 65-ти. Но вы же понимаете, что пенсионер, которому 59 лет точно так же хочет кушать, как и 65-летний. И у него точно так же нет никакой пенсии уже очень давно. То есть такие люди часто обращаются к нам, у нас есть горячая линия, на которую не могут позвонить, и сказать, помочь. Благодаря вот этой группе в Facebook, в которой мы выкладываем все наши фото и видеоматериалы с наших поездок, мы собираем частные пожертвования от обычных людей. Как из Украины, так и из России, так и из многих стран мира, поскольку многие люди из Донецка уехали в разные страны мира. Многие живут там уже довольно давно. У нас есть пожертвования из Австралии, из Швейцарии, из Германии, из США, из России. Ну и, конечно, большинство пожертвований это наши соперничники из других регионов Благодаря таким вот деньгам, на которые мы можем тратить, и мы не ограничены жесткими ограничениями, протоколами международных организаций, мы можем покупать какие-то продукты питания и вкусные тену вот этим людям, которые не входят в категории получателей гуманитарной помощи. Это два наших основных направления. Энерики, скажите, вы живете в Донецке, если это не секрет, если вы можете говорить. Да, конечно, я постоянно живу в Донецке, я родился и вырос в Донбассе, хотя у меня испанское происхождение, но я живу всего раз в Донбассе, последние 14 лет я живу в Донецке. Вы публичная личность, в общем, ваша страница доступна, открыта, можно посмотреть ваши снимки и отчет в вашей группе. Скажите, какие-то репрессии есть на вас лично и, в принципе, на людей, которые настроены, ну, может быть, не так, как те, кто поддерживает ДНР, скажем так? Ну, начиная с июня, мы занимаемся исключительно губернитарной помощью и не участвуем в политике. Мы сразу декларировали то, что наша группа является абсолютно неприятной, она не политическая. У нас есть, несложно, свои внутренние угрызления, своя идеология, но мы не выставляем ее на показ, поскольку это будет мешать нам помогать людям. То есть для нас главный прежитет это помощь обычным людям, которые ни в чем не виноваты, которые просто оказались невинными женцами этой войны. Могу сказать с гордостью, что все стороны конфликта проявляют уважение именно к такой позиции. И когда кто угодно на блок поставок и представители облачения узнают, чем мы занимаемся и разбираются в этом, то они, наоборот, стараются не мешать оказывать всяческую поддержку по этому поводу. Поэтому, к счастью, с репрессиями никакими мы не сталкивались. Безусловно, у нас нет волшебной таблетки и бывало такое, что наших волонтеров задерживали и было какое-то недопонимание. Но, к счастью, все такие случаи наканчивались благополучно, поскольку с нашей этой позиции помощи мирным гражданам и мы на самом деле одна из немногих волонтерских групп, честь по-украинских, которая работает на акутированных территориях, то есть мы ответно декларируем свою приверженность территориальной целостности Украины, мы являемся все гражданами Украины и несмотря на такую позицию мы не имеем никаких проблем в нашей работе, поскольку, повторюсь, все стороны конфликта относятся к уважению к гуманистическим таким идеалам. Хорошо, Андрей, еще у меня такой последний вопрос, может быть, он как бы такой очень гипотетический, как вы видите развязку вообще всей этой трагической конфликтной ситуации, чем это должно вообще в принципе закончиться? И я лично и люди, которые со мной входят в нашу группу «Ответственные граждане», мы являемся приверженцами решения ситуации путем переговоров. Мы не верим в военное решение этой проблемы и с самого начала об этом говорили. Мы очень надеемся, что будет найдено политическое решение, я думаю, к сожалению, что ситуация уже пошла очень далеко, очень много произошло тратических событий, которые отгодили нас от решения этой проблемы. Я думаю, что много времени, к сожалению, было упущено в апреле и в марте, когда можно было меньшей ценой решить эту конфликтную ситуацию, но, к сожалению, уже мы зашли довольно далеко. Я думаю, что нужно в первую очередь следовать Минскому процессу, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения. Только это поможет начать какой-то политический процесс. когда стороны смогут по-настоящему договориться о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, наверное, можно будет говорить о дальнейших политических условиях. Как это будет происходить? Я лично очень верю и надеюсь, что будет какой-то процесс примирения и интеграции с территорией в Украину и возможность сохранить образовательские отношения и с Россией как нашим северным соседом и с теми территориями на украинской земле, которые, к сожалению, тоже теряют молодых ребят на дозубасской земле в результате этого несправедливого конфликта. Я лично думаю, что политики должны поддерживать процесс переговоров. И мы все, как представители общества, особенно те из нас, кто изменяет активную гражданскую позицию, должны создавать вопрос к политикам, давать им четкий и однозначный сигнал, что мы все хотим мира. И в мире нуждается не только Донбасс, который продает это военное действие, но и каждый регион украинский, который вынужден посылать своих молодых парней сюда, к войну. И, наверное, ни одна мать этого не хочет, чтобы ее ребенок погиб или стал инвалидом. И вот все должны создавать запрос на политическое решение этого конфликта. Пускай наши политики учатся наступать на горло своим интересам, на горло своей гордости и идти на переговоры с этими людьми, с которыми они очень не забывают. Пусть будет так. Пусть ваши слова услышат все, кто должны это услышать. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо, держитесь. Берегите себя. Спасибо, до свидания. До свидания. Это была информация из самого Донецка. Их обстреливают по-прежнему. Вот такая сложная ситуация. Мы также сейчас можем связаться с переселенцами, которые живут в Украине. Узнать, в каких условиях они находятся, не испытывают ли они дискомфорт от того, что сейчас только необходимо найти. Вообще очень интересная эта личность Андрей Кемен Эннендес. Вот он, пожалуйста, из манского происхождения, живет в Донецке. Очень хорошая речь. Видно, что человек уже к публичным выступлением большой. В этом опыт такая информированность. Интересное общение было, конечно. сейчас мы свяжемся с Яной. Да, Олег, вас слышно? Яна, слышно тебя, но не видно. Ты специально... Мне надо еще видеть. Ну, тебя, по крайней мере, если это возможно. Не, ну, невозможно, потому что ты же не сказала, я не готова к этому, потому что я плохо одет правильно. Понятно, хорошо. Яночка, ты в эфире. Мы только что пообщались с Донецком и в Донецке рассказали, почему, по каким причинам там люди сегодня остаются. И Энрике назвал такие цифры, что где-то 800 тысяч жителей сейчас пребывают в самом Донецке, хотя ситуация там очень сложная, там их обстреливают каждый день. ты летом решила уехать из Луганска, почему приняла такое решение, что тебя на это сподвигло и ну, как твой путь продвигался, то есть как ты уехала, с какими мыслями и что ты думаешь по этому поводу сейчас? Ну, как и все, на две недели на что сподвигло, ну, видно же, что война надвигается. То есть если люди берут в руки автоматы, захватывают здания, вот, кричат, что мы отделяемся и мы готовы воевать до победного, нападают на покранотряд, понятно, что люди войны. Вот, если уже самолеты летают непонятные над городом, если все это люди начинают погибать, значит, ничего хорошего не будет. Поэтому собрались, поехали сначала в Луганскую область, в Алатории, ну, а дальше уже ждали, ждали, не дождались и выехали как говорится подальше, очень, очень подальше скажем так. Ну, мы с тобой друзья в фейсбуке, периодически наблюдая за твоими постами и один из последних постов перед тем, как уехать в другую часть Украины, сейчас ты находишься на Западной Украине, ты написала, что ты отпустила Луганск. То есть уже настолько безнадежно и ты не надеешься на то, что ты сможешь вернуться туда? Нет, наверное, не надеюсь. Ну, а смысла? То есть там уже совершенно как бы ну, я, например, я ни в коем случае не осуждаю тех людей, кто там остался, наверное, я не мужественнее, не сильнее, чем я. Наверное, у них более сильные привязанности к дому, к могилам предков, может быть, я не знаю, к привычному укладу жизни, но я, наверное, не обладаю с той большим мужеством, чтобы жить под обстрелами, получать заплату там пайком дали. Я просто считаю, что любой человек независимый политических убеждений, вероисповедания, национальности, он имеет право на жизнь, имеет право на жизнь, имеет право на мир, имеет право на то, чтобы его ребенок не учил в школе, как спрятаться от обстрела. Поэтому это мой выбор. Но я также понимаю тех, кто остался, потому что человек живет у себя дома, жить у себя дома это хорошо. То есть я думаю, что и мы, с одной стороны, те, которые страдают, и те, которые переехали, мы страдаем по своим причинам, поскольку остались без ничего, живем на съемных квартирах и адаптируемся, получается, в других городах, совершил других условиях, а тем, кто остался и поставил действительно еще больше мужества. И очень сильно, наверное, нужно любить свой город, свой дом, чтобы ради всего этого терпеть то, что происходит сейчас. Ну и опять-таки и материальные возможности у людей разные, и жизненные условия разные, и здоровье у людей разное. То есть не кое-что нельзя говорить, что те, которые там остались, они этого заслуживают. Нет, конечно. То есть люди вообще никак в учебнике не могли такого заслужить. Ты общаешься с теми, кто живет в Луганске? Есть ли у тебя знакомые? Что они рассказывают? Какая там ситуация? Люди живут постоянно в страхе. То есть, каталогу анчаянин говорят, что возвращается лето, это не значит, что на улице тепло, это значит, что начали снова стрелять. Вот как раз буквально на днях был обстрел, ну как пишутся, все это маслоинформации из Урагана накрыли несколько улиц, в том числе улицы соседние от моей, там пострадали жилые дома были разрушены, много. А твой дом ты не спрашивала? Яна. Проблемы с известком. У нас снова проблемы с известком. Не знаю, с чем это связано, но интернет у нас вроде как есть. Но мы с Яной будем еще связываться и в других эфирах, так я думаю, да, потому что программы о ситуации на Востоке и подводить определенные... Нет, у нас нет Wi-Fi, у нас нет Wi-Fi основы. Поэтому какие у нас... Мы еще планируем связаться с Юрием Яченко, но это по телефону. По телефону, а также с Александром Гориным по скайпу. Мы хотим сегодня связаться, узнать, что там у них в Кремной, в Северодонецке, в общем, в той части Афганской области, которая пока что еще контролируется нашими военными. Украинской части у нас есть карта, но, к сожалению, у нас нет Wi-Fi, можно было бы много чего показать. Давайте свяжемся тогда сейчас с Одессой. Юрий Яченко, он... Он занимается организацией хостелов, хостелов для людей, которые покинули зону АТО. Если нам удастся с ним связаться, он расскажет, как они принимают в Одессе временных переселенцев и насколько возможно сейчас в нынешних условиях поселиться. Сейчас я наберу его, потому что Одесса тоже также принимает у себя временных переселенцев. Уже полгода является одним из центров. Это была Сергеевка один из центров. Это волонтеры, которые... Здравствуйте, Юрий. Вас беспокоит студия Репост. Мы с вами связывались вчера по интернету. Вы в эфире. Мы хотели бы с вами поговорить по поводу хостела, который вы организовали для временных переселенцев. Я вас переключаю. на громкую связь. Юрий, скажите, пожалуйста, сколько вы можете принять у себя временных переселенцев? Вы 30 человек. Максимум 36. Это я с не сильно постараюсь. На каких условиях вы принимаете? Человек должен предоставить документ, подтверждающий личность, например, паспорт с пропиской и справку о том, что он переселен. За вот эти дни обстрелов, это приблизительно около двух недель, изменилась как-то ситуация? В Одессе стали пребывать люди с Донецкой и Луганской области? Люди как пребывали, так и пребывают. Я особо не почувствовал. Ожидалось, что будет очень-очень много человек, но пока нет. Так что очень-очень много. У вас в хостелах есть двухъярусные кровати, есть определенная мебель. Это вы сами приобрели? То есть каким образом удается сносить? в основном мы ничего не приобретали, это все было таким образом. Я писал эту идею, подключились неравнодушные люди, одесситы, организации разные. И таким вот образом каждую просьбу от развали студии у нас появилось все. В основном оно таки было. Частично мебель была уже, частично она еще появилась. За коммунальные услуги все равно же придется платить, ну в смысле необходимо платить. Как вы решаете этот вопрос? За коммунальные, за аренду. Вот сейчас планируется запустить краундфандинговый процесс, чтобы мы на карточку собирали деньги, чтобы на коммунальные услуги и на аренду, чтобы можно было это оплачивать. Потому что это не материальные в общем имеют предметы, а все-таки деньги они нам тоже нужны. То, что касается питания, если люди стихийно к вам приезжают, то есть если они оттуда выехали с этой территории, наверняка у них нет какого-то запаса денег или еды, как-то этот вопрос решается или все-таки необходимо... Периодически я пару раз в неделю уточняю по потребностям, что необходимо закупить, завожу в хостел. Мало того, нам еще помогают другие, в том числе волонтерские организации по всем вопросам. На какой период времени к вам могут поселиться временные переселенцы? Это решается индивидуально, потому что человек, который к нам поступил, он пишет заявление о том, что прошу предоставить на определенный срок и этот срок он пишет в заявлении количество дней, сколько он планирует пребывать у нас в хостеле. Поэтому это может быть даже в суток до пока что у нас есть практика на месяц. Понятное дело, человек, пока у нас находится, должен активно заниматься своими вопросами. У нас не будет вечное проживание и мы сразу это понимаем. как можно узнать, где вы размещаете свою информацию, как можно с вами связаться, если такие люди захотят разместиться у вас? Можно найти меня в фейсбуке Юрий Твиченко, можно позвонить по телефону 093-913-4389 либо 066-330-7376 А вообще везде и по телевизору, и в интернете, и по радио, и газеты. В общем, достаточно уже, я так считаю, информации о нас, потому что очень много человек узнает о нас. В общем, я думаю, это не проблема. Я там много информации для себя получаю. Спасибо большое, Юрий, спасибо за вашу работу, будем надеяться, что скоро эта проблема разрешится, и если в Одессу будут приезжать, то будут приезжать на курорт, и уже не с такими проблемами. Спасибо большое. Да, я тоже очень надеюсь на это, удачи вам тоже, без терпения нам всем. Спасибо. Спасибо. Вот такая ситуация сегодня. Мы очень быстро прошлись по той информации, которая есть в интернете, к сожалению, у нас есть определенные технические проблемы, не от нас зависящие. Нас уже покинула пани Лариса, она с нами попрощалась, поэтому от пани Лариса я прощаюсь также и с вами. В продолжение темы, что мы делаем? Звоним? Ну, позвоним Александру Горину. Позвоним Александру Горину. Практически каждый прямой эфир связь с Александром Гориным, потому что это единственная источник информации из Луганской области. К сожалению, скайп невозможно сейчас активировать. мы планировали сегодня связаться по скайпу, но наши технические проблемы нам этого не дали, к сожалению. Еще есть несколько материалов, которые мы хотели показать, но то к сожалению вау! Не можем мы связаться с Александром Гориным, он не берет трубку, поэтому я думаю, на этом мы уже будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Я думаю, что ту информацию, которую мы хотели получить, мы ее получили. Знаем теперь, что нелегко, конечно, приходится сегодня жителям Донецка и Луганска, что дети Мариуполя объявили голодовку. Ну, вот голодовка продолжается, обстрел Мариуполя тоже, к сожалению, суперслуживый был. Есть у нас на сайте Левый берег, бизнес, есть хороший материал, сводка, как обычно, событий за весь сегодняшний день, вчерашний и предыдущий, не почасовая, просто о том, что произошло, можно посмотреть ее, к сожалению, мы показать вам ее не можем, потому что у нас нет связи. Мы с вами прощаемся, надеюсь, до понедельника, но вообще следите за информацией на нашем сайте, и мы скажем, когда мы снова выходим в эфир, потому что иногда запланированные даже эфиры, нам приходится их переносить в связи с тем, что или гость заболел, или же возникают какие-то другие проблемы. На этом прощаемся, до следующей недели. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»